Сироты, сумевшие давиться славы и почёта. Иоганн Себастьян Бах. Его мать умерла, когда ему было всего 9 лет. Отец менее чем через год спустя. Мальчика взял к себе на воспитание старший брат. Коко Шанель. Когда ей было всего 11 лет, умерла её мать. Отец передал всех детей родственникам, а те отдали их в приюты. Максим Горький. В три года он тяжело заболел холерой. Сам выжил, а вот его отец умер. Через 8 лет скончалась его мать. Воспитывали его бабушка с дедушкой. Эдгар Аллан По. Его отец бросил семью через год после рождения. А спустя ещё год умерла его мать. Екатерина Медичи. Её мать скончалась через 2 недели после рождения. А отец пережил её всего на 6 дней. Джон Леннон. Формально его нельзя считать сиротой. Однако родители его не воспитывали. Отдали его родственникам. Юрий Шатунов. Его родители развелись, когда ему было всего 3 года. Сначала мальчика воспитывала бабушка, а после он попал в детский дом. Любовь Успенская. Её родители познакомились в тюрьме. Мать умерла при родах. Отец отдал дочь родственникам. Александра Яковлева. Её родители погибли в автокатастрофе. Роман Абрамович стал сиротой в 2 года. Мерлин Монро. Её отец бросил её мать, когда та была беременна. Мать Мерлин Монро стала психическими расстройствами. Периодически ложилась в больницу. В последствии её дочь попала в приют. Пирс Броснен. Его отец ушёл из семьи, когда мальчику не исполнилось и года. А мать оставила его на попечении своих родителей. Майк Тайсон. Детство знаменитого боксёра было очень тяжёлым. К счастью, его заметил знаменитый тренер, который даже оформил на гимопеку. Джек Николсон. После появления мальчика на свет, в нём заботились дедушка и бабушка. Лев Толстой. Его мать умерла с рождением последней дочери, когда ему не было ещё и двух лет. Впоследствии испытанием занималась дальняя родственница. Нина Русланова. Она никогда не знала своих родителей. В их месячном возрасте была найдена одна одна. Редактор субтитров А.Сёмкин